Новое видео выходит каждый день в 20.00 Голосовой чат разрушит атмосферу Сампа, если ты тупой еблан. Нет, на полном серьёзе, вы что, серьёзно думаете, что можно разрушить то, чего нет? Серьёзно? Вы на полном серьёзе, блять? Какую нахуй атмосферу? Вы что, вы бы, блять, хоть арулиплей, блять, вот эти вот команды нахуй ваши не разрушат, блять? Именно из-за вот этой вот дрочи, вот этими вот, блять, командами я ненавижу роллиплей, понимаете? Это, блять, кому мне обращаться по данному поводу, блять? Что вот такая хуета происходит? Что, блять, просто команды это какой-то полный пиздец. Слэш ми, слэш ду, слэш трайп, блять. Наконец-то, нахуй, появилась возможность реализовать голосовой чат в Сампе. То, что ждали многие люди. И, нет, блять, они говорят, что нет, нет, нам не нужен голосовой чат, он разрушит атмосферу Сампа. Да иди ты нахуй, ёбок. Ну, в Сампе, какую, блять, атмосферу Сампа? Её тут нету, блять, и никогда, вернее, нет. Тут я немного погорячился. Атмосфера Сампа была в 2013 году. Вот это прям самый рассвет и закат атмосферы Сампа. Нельзя сказать, что она была даже какой-то годик. Нет, она была намного меньше. Вот когда ты заходил, вот это вот, первые кусты на ферме, первые какие-то, возможно, квесты. Если тогда уже были квесты, я, если честно, не помню. Тогда я немного неосознанно играл в Самп, однако. Неважно, неважно. И, вы знаете, то есть, смотря вот на всё это, это просто пиздец. Давайте начнём изначе, с чего вообще всё началось. То есть, Сэм Мэйсон, СК Масон, там, Станислав, в общем, директор Аризоны на своём YouTube-канале, который насчитывает более 45 тысяч подписчиков на момент озвучки данного видеоролика. Я точно не помню, сколько у него, поэтому скажу такую, знаете ли, размытую цифру. Там, более 45 тысяч или наподобие того. Так вот, знаете, то есть, дело в том, что он высказал мнение, он, в общем-то, сказал, что в Сампе появилась возможность реализации голосового чата. И в конце своего пятиминутного ролика он заявил, типа, вот мне кажется, что голосовой чат в Сампе, он разрушит атмосферу. И все как один, все как один говорят, что нам не нужен голосовой чат. Он разрушит атмосферу Самп. Какую, блять, атмосферу? Ну, какую, блять, атмосферу? Что вы нахуй несёте, блять? Я ждал этого ебучего голосового чата на протяжении, блять, длительного количества времени. Я плакал по ночам, я молился Господу Богу, блять. Просто я... И, наконец-то, мои молитвы, блять, были услышаны. Эти уёбки говорят, что нам голосовой чат не нужен. Идите вы нахуй. Просто, как же было бы охуенно ебать мамок в голосовую чат? Там, типа, в голосовом чате, знаете, нажимаешь кнопку, и такой, типа, слэш ми достал наручники, там, слэш трай арестовал удачно, слэш дот, человек арестован, и так далее, слэш бан, игра в свою пользу. Как же это было бы охуительно, блять. Я знаю, что было бы не так, было бы нормально. Однако, только представьте, блять, это охуительно. Команды, это пережиток прошлого, блять. Если вам так нравится дрочиться этими ебучими командами, идите, блять, на форума. Там можно точно так же подрочиться командами, да, только там немного больше нужно запариваться с оформлением будет. Нужно будет изучать, типа, ID, там, цветов, вот этих вот веб-цветов. И, то есть, там, допустим, слэш ми, там, выделяется таким розовеньким, оттенком розового какого-то и так далее. И, исходя из этого, то есть, можно переписываться, соответственно, вот так вот на форуме, отыгрывать там какого-нибудь эльфа, гнома, паладина, ещё кого-либо. И, вот так вот. Если вам это нравится, разумеется, идите на форум, то есть, не играйте в самп. Я, блять, просто не понимаю. Ебать, ну, голосовой чат, охуительная же вещь, блять. Вы представляете, человек захочет поиграть в GTA 5 ролеплея, а у него компьютер не потянет. А ему очень нравится голосовой чат. И он узнает, что в сампе есть голосовой чат. И, тем самым, в самп будут приходить новые игроки, понимаете, у которых компьютер не тянет GTA 5. И, в таком случае, всё будет более чем нормально. Будет приток новых игроков с этим самым голосовым чатом. Разумеется, вы можете мне сказать, что школьники с плохими микрофонами, такими пердящими, жужжащими и так далее, они будут ебать мамок. Да похуй, это ролеплей, блять. Вы чё, вы в реальной жизни не можете мамку выебать? Подойти вот так вот к прохожим, вот этому Конору Макгрегору, блять, вот к этому Вячеславу Бетховену, там, я не знаю, Сашеньке Моцарту и так далее. Подойти и сказать, хай, хай. Вот только представьте, как было бы охуительно. Заходите вы такие в банк и говорите, дорогая Светланочка, вот мне бы сейчас открыть сберегательный счёт, инвестировать, так сказать, свои деньги с пенсии под 10% годовых и, в принципе, получать деньги, бабки, лавэ. А она такая, я не Светлана, я, я не знаю, чё, там, Лена, Лена, я Лена. А вы такие, это уже никому не важно, Светлана. И быкуете на него, представь, быковать через голосовой чат. Ахуй, можно будет научиться говорить. У нас население, то есть, в частности, дети, я заметил, они умеют писать, но не умеют говорить. Вот они начинают записывать ролики, они стесняются своего голоса, стесняются ещё чего-то, говорить не умеют в целом, то есть, не умеют как-то строить, формулировать предложения. А если посадить их, записать ролик без сценария на какую-то тему свободную, они будут э-э-мэ-бэ-бэ-бэ-бэ, вот это вот. Потому что в голове у них ничего нет, и разговаривать они не умеют. Даже если в голове у тебя ничего нет, но ты умеешь разговаривать, умеешь подавать всё это с интонацией, то тогда, в принципе, проход тебе открыт. Вы представляете, как было бы охуительно, да, сам научил нас очень быстро печатать, но пусть теперь сам научит нас нормально говорить, потому что, блядь, большое количество людей в нашей, да и не только, я уверен, в нашей, хотя, возможно, только в нашей стране могли такое допустить, в Российской Федерации, в странах СНГ Таль, также, то есть, я не знаю, я живу в России, служу по России, то есть, у нас люди абсолютно не умеют говорить, не стесняются, там ещё что-то, то есть, боятся спросить, то есть, у женщины, чем пахнет ваша пися, так сказать, сказать, там, знаете, нигеры, пидорасы горят в сарае и наподобие того, то есть, вот эти вот все прикольные вещи, они боятся сказать, потому что просто не умеют разговаривать, либо из вежливости, либо из-за того, что разговаривать не умеют, либо и то, и то, то есть, ну, это прям вообще какой-то пиздец, а тут голосовую чаду было бы вообще охуительно, вы представляете, то есть, можно было бы, так сказать, подойти к полицейскому, такой, мусор сосать, мусор сосать, опа, нихуя себе я, пожилой зигота, опа-опа, нихуя себе я, пожилой павук, я, ну, неважно, это ДЦП, потау додик на меня нашёлся, и так далее, блять, голосовой чат в САМПе будет охуительно, добавляйте, блять, Аризона, никого не слушайте, ВКонтакте, то есть, я благодарен ВКонтакте за то, что они ввели новый дизайн, материал Диссигана, это в самом деле охуительно, то есть, многие, я, блять, во всю глотку вережал ещё до того, как Дуров сделал пост ВКонтакте о том, что новый дизайн ВКонтакте говно, однако люди привыкают ко всему, и каким-то удобством они такие, ээээ, ну это надо как-то привыкать, это надо как-то вот это вот все непонятное, непонятно делать, зачем нам это, как, я лучше в сапёра поиграю и так далее, ну, такого, я считаю, быть не должно в наших современных, прогрессивных, в принципе, достаточно адаптивных реалиях, у нас, блять, цифровой век, я хочу, нахуй, чтобы всё было на голосовом управлении, чтобы был робот-проститутка у меня тут, женщина такая, чтоб я сидел, монтировал ролик, сказал там, я не знаю, Алиса, сосать, и она сосала, понимаете, то есть, я вот этого вот хочу, и САМП это будет, как бы, маленький такой шажочек на ступеньке, то есть, даже не перешагнуть со ступеньки на ступеньку, это такой маленький шажок, такой, знаете, очень маленький, миллиметра, наверное, 2-3 там, максимум, то есть, не 15 сантиметров, ни в коем случае, миллиметра 2-3, такой шажочек на лестнице, на которой ты сейчас стоишь, вот, к роботам, которые будут сосать твой, я извинюсь, половой, детородный орган, так сказать, по приказу, и если мы сейчас, понимаете, не ведем голосовой чат в САМПе, то есть, я не знаю, что будет, я еще, то есть, у Ангела Касада видел там ролик, что он выпускал по поводу голосового чата в САМПе, то есть, я вследствие большой занятости не успел его посмотреть, все-таки у меня 2 канала, нужно делать ролики, нужно еще успевать постримить, стараюсь смотреть большинство его роликов, некоторые пропускаю, хотел бы извиниться, если он этот ролик смотрит, потому что он говорит, что смотрит все ролики мои на втором канале, на первом, к сожалению, нет, но что ж поделать, что ж поделать, ой, блядь, в общем, Аризона, что я могу сказать, делайте голосовой чат, блядь, никого не слушайте, блядь, кот, ну ты че, ты серьезно, блядь, кот, ну в самом деле, ну нахуй ты, блядь, мне запись срываешь, я не понимаю, ты можешь, пожалуйста, уйти, блядь, вот даже кот недоволен, понимаете, то есть, вы, возможно, не слышали то, что там кот что-то делал, а он даже кот недоволен тем, что, блядь, вот так вот все происходит у нас в самп-сегменте, ебать, поэтому Аризона, никого, блядь, не слушайте, вам потом эти же самые алды, вот эти же самые игроки, блядь, они вам спасибо скажут, я вам так могу сказать, то есть, ну в самом деле, как было с дизайном ВК, вот кто сейчас захочет возвратиться на старый дизайн ВК, да, блядь, никто абсолютно, то есть, вводите вообще, никого не спрашивайте, спрашивать людей, это, блядь, последнее дело, которое вы можете вообще сделать, потому что, ну это в самом деле, это пиздец, в общем, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, надеюсь, что голосовой чат в самп все-таки введут, и я смогу побыковать на какого-нибудь дурачка, и он, надеюсь, извинится за степень приставания к моей чексе, в общем, ладно, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!